Самое время квасить капусту. Это не только отличная закуска к столу, но и кладить витаминов, особенно витамина С. Сегодня существует огромное количество рецептов приготовления квашеной капусты. Нам удалось найти самый простой. Она по-другому называется трёхнетка. Капуста нам нужна обычно поздняя, потому что в ней очень много сахара содержится, и молочнокислые бактерии, которые отвечают за само квашеной капустой. При выборе капусты надо смотреть, чтобы она была плотная. Примерно каждый качан килограмм веса. Чем крупнее шинковка, тем больше полезных веществ остаётся в самой капусте. Чем мельче, тем быстрее она квасится. Но так как мы делаем трёхнетку, как она называется в народе, мы будем её шинковать самым мелким способом. После шинковки капусты приступаем к нарезке моркови. Проще всего натереть на тёрку. В принципе, это возможно и можно. Но я не приверженец вообще тёрок, поэтому я её нарезаю постоянно вручную. В этом рецепте даже не нужно обминать нарезанные овощи. Главное – правильно приготовить рассол. Берём кипящую воду. По поварскому, ну, 50 грамм сахара. По домашнему – это столовая ложка сахара и столовая ложка соли. Соль ни в коем случае не берите иодированную. Ставить капусту в холодильник и чем-то её накрывать не нужно. Отправьте заготовку на три дня в тёплое место. В течение этих трёх дней мы должны капусту немножко помешивать, либо протыкать деревянной ложкой для выпускания газов именно с капустой. Перед засолкой в капусту можно добавить кислые ягоды, к примеру, клюкву, а также мелко нарезанные неострые овощи и фрукты, яблоко, свёклу, стручковый перец. Можно добавлять различные специи – тмин, зира, куркума. Лучше всего квашеную капусту, после того, как она заквасилась, подавать с луком, тмином и оливковым маслом. И эта капуста отлично подойдёт к отварной картошке. Приятного аппетита! Как быстро и просто приготовить квашеную капусту узнавали Диана Галих, Сергей Курков. Утро. Студия. Хорошего настроения! Субтитры подогнал «Симон»!